доброго вечера всем друзья в общем у нас такое ночное видео на часах уже чтоб мне не изменяла память в районе 11 вечера мы приехали с масяней ветпланет ветеринарная клиника в анапе на шевченко 198 почему поехали ночью потому что завтра юра будет весь день с утра в 4 утра в краснодар и вернется только под ночь ой свет куда-то пропал ладно тогда попробует от окна от света просто мы остановились суть в том что сейчас почему-то ветклиника включить все таки данный свет ветклиника сейчас закрыта хотя она круглосуточная и на стекле надпись типа уехала народа звоните в общем я сколько звоню не звоню так вот мы сделаем сейчас свет появился сколько я не звонил в итоге результата нет по сути надо сейчас повесила тогда чтобы она не просто так стояла результата нет то есть я звоню на один и на второй номер и по сути не могу дозвониться но мы на самом деле не просто так приехали да вот у нас ничего критичного вроде как нет кошка абсолютно спокойная но почему я приехал сейчас то что завтра я боялась как она перенесет дорогу или не перенесет принципе она ехала более-менее спокойно вон она уже сзади и и пустила по машине чтобы она посмотрела пока на атмосферу обстановку вокруг потому что ехала на в переноске сейчас вам покажу ее перенос очку к и переноской я сразу позаботилась о том чтобы у нее была пеленка в случае чего пеленка сухая она достаточно стоически все перенесла до мася где она там уже все еще на окне сидит смотрите какая милаха приехала я потому что на самом деле я переживаю насчет того не родит ли она у меня по пути в курс к машине я приняла однозначное решение стерилизовать кошку но только если это будет допустимо по ее здоровью то есть я не хочу брать грех на душу как я уже говорила ранее я не собираюсь топить или еще что-то я просто не смогу потом себя никогда простить но я понимаю что если по медицинским соображениям доктор скажет что нельзя может что-то с нашей кошечкой случится во время прерывания беременности во время стерилизации то то что делать пусть рожается уж как нибудь потом пристроим но я я бы хотела сделать стерилизацию дай бог чтобы у нее все было со здоровьем хорошо по одной причине потому что в действительности я не знаю кому потом попадут наши котята то есть мы все когда у нас много котят появляется я сама была свидетелем у меня кошка бывшая рожала в общем когда она появилась на свет мы сразу уже на авито разместили фотографии маленьких комочков и получается что у нас сразу их разобрали на авито то есть там про люди чуть ли не каждую неделю звонили говорили ну когда 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 а у других людей я слышала ситуацию что они очень долго не могли раздать котят ну то есть и представляете если у него будет там шесть или пять котята это вполне реально то есть кошки могут рожать действительно много котят сразу у меня пушинка хоть и троих родила то есть бывают кошки которые рожают там по по пять по шесть и представьте они будут расти 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 они будут реально очень здоровыми ладно там корма бог с ним ну про кормлю как-нибудь это все-таки где-то себя лучше урежем в чем-то да но кокотики будут сытыми другой момент представьте 6 котят раздавать то есть ты будешь неизвестно сколько времени их потом раздавать конечно это самый такой неблагоприятный исход с точки зрения того что всю жизнь они с нами жить точно не будут иначе я окажусь впервые этих котят на улице и буду надеяться что все-таки будут здоровые показатели я звонила в курске в бетховен это у нас сеть ветеринарных клиник и девушка сказала да стерилизуем беременных там 2000 рублей она сказала стерилизация но у них есть какие-то дни например по понедельникам у них там акция 1300 и почему я приехала да сейчас в анапу перед отъездом во первых я бы хотела чтобы она в целом посмотрела сама здоровье моей масянечки потому что нам ехать ну я думаю 19 часов потому что мы будем выезжать светлое время суток и я думаю что с пробками мы будем где-то 19 20 часов ехать вот сейчас в зимний период летом да это конечно могло бы в сутки вылиться из анапы по пробкам и я переживаю как она перенесет дорогу потому что я боюсь что она катится прямо в машине и я не смогу и должным образом стерильно помочь с беременностью с родами и мне надо просто понимание что она низ не завтра не послезавтра не после послезавтра не родит чтобы у меня была возможность доехать с ней до курска а уже там конечно записаться на визит к ветеринару чтобы она посмотрела ее показатели что она может или не может перенести стерилизацию вообще я понимаю что это крайне очень крайняя мера стерилизовать беременную кошку это очень опасно это действительно много подводных камней и если будет на кону здоровья Масяне то она будет рожать лучше она будет рожать кстати она полезла в свой домик и это несмотря на то что она всю дорогу стоически молчала а под конец начала плакать ну немножко мы поплакали совсем чуть-чуть иди ко мне иди ко мне моя Масянь давай давай ко мне так что вот почему я нахожусь сейчас ветпланет почему мы здесь потому что я хочу УЗИ сделать УЗИ нашей кошечки чтобы раньше сказала не родит ли она во первых еще интересно узнать ее возраст то есть она с виду достаточно не маленькая кошка но по ее глазам по ее вот этим вот мягким повадкам мне почему-то кажется что она много год ей полтора максимум то есть она в принципе не очень-то взрослая у нас кошка но то что она у нас немножко вяленькая последние три дня настораживает то что она очень мало ходит она не прыгает никуда и я переживаю что она вот-вот может родить то есть она вот так себя ведет странно потому что скорее всего готовится к родам вот и мне важно просто понимание того что она не окатится в машине а если она даже должна вот-вот окатиться конечно мы не будем переносить дату отъезда в плане того что я хотя бы буду знать как подготовиться к беременности к родам точнее кошечки в дороге в машине чтобы ей это было комфортно вопреки распространенному мнению тому что вот кошки тяжело переносят дорогу вот мы сейчас ехали из Витязио в Анапу в районе 15 километров но это где-то так в среднем по расстоянию и она вот в большинстве да почти всю дорогу вела себя очень спокойно но единственное что она конечно пыталась выбраться из своего домика это у нее было то есть она действительно пыталась найти выход но я ее успокаивала словами она действительно очень мужественно и спокойно перенесла дорога даже сейчас она не ломанулась там куда-то она спокойно походила посмотрела вот вернулась ко мне видите то есть она очень такая ручная она очень тактичная контактная кошечка и я надеюсь что мы не очень долго будем ждать сейчас врача я думаю что роды же они не на всю ночь хотя вы знаете есть такие проблемные роды что и длятся и по 12 часов но я буду надеяться что наш врач не на таком приеме не на таком вызове я так поняла есть такая функция вызвать вид врача на дом сейчас вам покажу телефончики вот выглядит это кстати здание сбербанка на 16 на шевченко 198 и вот здесь вот с этой стороны вход здесь есть и ветклиника и ветаптека вот она это ветпланет называется ветеринарная клиника но она должна быть круглосуточной но походу сегодня у всех кошек проблемы с беременностью это и непонятно когда она родит а вот и уже роды начались расскажу я дождалась врача или нет а пока ждем что вам хочу сказать полтора часа прождала номер как не отвечал так и не отвечает причем ни один ни второй и это называется ветклиника подъезжала женщина с мужчиной у них у кота вообще цистит что-то какая-то болезнь мочи половой системы он ужасно орет ему ужасно плохо больно и вот они в течение того времени пока я ждала два раза подъезжали спросили у меня перед отъездом останусь ли я здесь или нет я сказала да дождусь но на самом деле нет я сейчас тоже поеду домой слава богу у нас не такая критичная ситуация и честно надеялась что ночью буду спать со знанием того что с моей кошкой и вообще в порядке ли она но буду еще раз одну ночь спать с мыслями о том что завтра точно должна поехать в любую открытую вет аптеку ветклинику чтобы там уж наверняка мне сделали узи моей кошечки сказали как она что надоедет или нет и вот уезжая мужчина сказал что если я дождусь и встречу эту женщину чтобы я передала что так не делается что животное нуждается в помощи здесь и сейчас и что нужно ответственнее подходить потому что вот сколько звонят не ответили хотя даже объявление гласит звоните на аптеке на ветклинике я не знаю может быть конечно там очень какой-то сложный запущенный случай какие-то тяжелые роды может быть эти роды далеко но в таком случае оставлять какой-то резервный номер может ассистента или помощника но не может только один врач до онлайн принимать уточнение онлайн это работать круглосуточно как говорится в ночную смену то есть по-любому должен быть человек который его либо сменит либо тут будет находиться то есть когда один врач уехал 2 должен быть тоже здесь и во всяком случае должен быть наверно один врач уездной к примеру другой врач который будет здесь стационарно находиться но действительно так не пойдет если у вас действительно такой спрос люди приезжают то есть действительно я вот пока стояла два человека подъезжали в итоге это пара уехала в новороссийск представляете то есть что я надеюсь что с их котиком все в порядке это был персидский персик вот такой рыженький и ну он прямо правда болеет по нему видно я надеюсь что моя масяня крепче будет там асянь мы с тобой так стоически сюда поездку перенесли знали бы да что так будет не поехали бы точно буду завтра искать клинику не знаю даже отзывы вроде неплохие с другой стороны ну действительно можно было как-то смс-ку написать что не могу занята неизвестно когда освобожусь это у меня не критичный случай а если вот случись что с масяне действительно страшное то есть сейчас я на своем примере на примере масяньки убедилась в том что помогать некому то есть возможно ее также кто-то в самый нужный подходящий момент отвлечет и все и не дай бог мы можем потерять свою питомицу свою любимицу также и в случае когда вот например не дай бог просто сбивают животные каждый день до человек взял увидел там умирающую собаку решил повезти быстрее чтобы оказать помощь довез до ветклиники и тут врача нет и на телефон не отвечает то есть вот для меня самое такое дома сейчас поедем подожди чуть-чуть самое реально жестко это то что нет нет ответа нет обратной связи то есть у людей реально может быть какое-то такое вот личное семейное горе какая-то проблема и вот нужно прям неотложное вмешательство все-таки как-никак роды но они могут длиться до долгое время могут быть сложными но в таком случае возьмите да вот тогда раз сложные роды отдайте любимицу вот сюда вид аптеку ветклинику то есть врач хотя бы была бы здесь и кошка была бы здесь и родила бы она куда она делась тем более здесь и оборудование в случае чего то есть такое вот двоякое впечатление то есть я понимаю что и той кошки наверняка нужна помощь специалиста раз она аж выехала на эти роды с другой стороны я понимаю что есть какие-то еще более серьезные до проблемы помимо родов которые нужно здесь и сейчас решать и вот мы столкнулись той проблемой что врач нужен здесь и сейчас не даже не мне вот женщина которая приезжала с арущим бедным заплаканным персидским котиком им пришлось ехать позадумайтесь в новороссийск за 60 километров от анапы чтобы попасть тоже в какую-то круглосуточную ветклинику ну честно жестко я не я не знаю в общем отдаю вот это видео на ваш суд у меня впечатления нейтрально негативные ну с одной стороны я понимаю что может быть там нужна помощь другой стороны это просто просто вот мне повезло что у нас не критичная ситуация просто видите такая чересчур заботливая она мамочка очень хочу узнать о здоровье прежде чем принимать решение стерилизации вообще понимать родит она или не родит чтобы быть готовы ну то есть какие-то такие моменты ну я потерплю до завтра надеюсь мать как мы потерпим с тобой да потерпим и завтра съездим очень желаю выздоровление котику которая вот пара приезжала которые поехали в новороссийск я если честно тоже в шоке от того что трубки не уберутся и искренне их понимаю горе боли печаль за своего питомца он я вроде у меня как все в порядке дамась это переживала вдруг не это тут действительно уже на лицо то есть котик плачет кричит и это очень 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 прям больно и трогать и я надеюсь что правда с ним все будет хорошо но врачу кто сегодня тут должен был начну быть на смене позор потому что действительно надо отвечать вот вот просто так ну что мешает да вот например вы же поехали к кому-то до народы правильно то есть тот человек который рядом с вами находится хозяин да допустим этой кошки или хозяйка что мешает этой хозяйки да просто нажать кнопочку ответить поставить на громкоговоритель и врач бы вас услышала и сказала бы что вот надолго или нет что она вот действительно там далеко может уехала то есть вариантов решения ситуации куча даже если уехали народы даже если там вдруг что-то что-то такое вот прям очень страшное но при этом есть шанс спасти животное делайте это но при этом можно я думаю две секунды уделить внимание и тем людям которым тоже нужна вероятно помощь а здесь реально такой был случай в общем как-то так нужен второй просто врач это реальное решение это в этот планет или в этот планет который находится на шевченко 198 я честно не ожидала что в анапе вот такие могут быть проблемы как бы у меня нет сейчас проблем но возможно в будущем когда искренне прям вот вот прям здесь и сейчас понадобится помощь реально будет не до смеха и даже сейчас евро я понимаю что случись не дай бог сейчас что с масяни нам некому помочь и вот это ужасное я представляю горе людей которые вот так же как я приехали но не дождались и у них действительно мог погиб погибнуть любимец в общем как-то так мы едем домой 12 10 приехали мы в 22 30 сюда полтора часа мы простояли просидели в машинке уже масяни дважды поспать нам не успела сейчас вот поедем домой нормально отсыпаться всем спасибо кто досмотрел это видео до конца напишите комментарии оцените поступок врача оцените работу этой системы ветслужбы круглосуточной ну и всем пока пока